всем привет друзья вы вновь на канале мы в испании для вас вновь татьяна алексей с побережья средиземного моря тема сегодняшнего нашего ролика четыре года мы живем в испании как испанская жизнь нас изменила прежде всего всего кардинально изменился наш образ жизни здесь потому что здесь конечно все по-другому не так как мы привыкли у себя в петербурге четыре года назад мы привыкли ходить что магазин и 24 часа в день все все всегда работает круглосуточно аптеки разные заведения везде можно попасть здесь же образ жизни нас изменить нас изменился потому что здесь мы во все государственные учреждения во все какие-то нужные места только с 9 до 14 в рабочие дни воскресенье как правило в субботу это закрыто праздничные не тоже и магазин иногда воскресенье не работают или доработать до трех все время за этим надо следить праздничные дни это все закрыто можно остаться без продуктов кстати в первый год мы все время попадались на том что у нас не было каких-то продуктов чего-то у нас не хватало мы забывали купить забывали что сейчас праздник все закрыто в общем вернулись мы следом советское время когда магазины тоже воскресенье не работали тут жил советское время тот знает и не работали аптеки только дежурная аптека в общем сейчас у нас образ жизни стал немножечко другой распорядок стал немножко другой в связи с тем что здесь по-другому все устроено рабочие часы рабочее время дни труда и отдыха в общем здесь люди дни перетруждаются здесь люди все-таки берегут себя и праздник так отдыхают но в связи с этим может кому-то покажется мелочью но мы больше стали вещей заказывать в интернет магазинах разных потому что здесь например нет магазин магазинов больших таких творчество для творчества все что-то ниточки красочки все надо заказывать в интернет магазине мы здесь уже приспособились что-то сын наш один и второй заказывает для творчества можно заказывать книги ну в общем все 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 поэтому больше мы стали заказывать в интернет магазине связи с тем что здесь другие магазины все по-другому и вот это тоже одна из один из пунктиков которые можно иметь ввиду при переезде в другую страну в частности в испанию для того чтобы приспособиться прошло какое-то время мы это подняли и настроили свою жизнь немножечко по-другому также изменился наш образ жизни еще и в плане того что мы меньше стали чего-то есть на что-то мы наоборот переключили свое внимание конечно мы стали меньше есть мясо мы стали больше есть морепродуктов дни иди появились нашем рационе активно еженедельно можно сказать рыба меньше мы стали запасать продуктов как это было у нас питере когда холодильник был забит морозилка была чем-то забита здесь мы так не запасаем впрок мы пришли немножко другого жизнь сейчас вам расскажу итак друзья мы не запасаемся теперь не забиваем свой холодильник как это как я уже сказала мы делали раньше мы не запасаемся впрок мы держим ровно нужное количество продуктов потому что еженедельно у нас вошло уже в местную какую-то традицию ездить на рынок за свежими фруктами и овощами также мы ежедневно почти каждое утро покупаем свежий хлеб мы его не храним неделями тоже у нас немножко изменилась традиция но также у нас на столе стали совсем другие продукты больше фруктов и овощей меньше мяса больше морепродуктов мидии и меньше всяких колбас сыров в общем мы меньше зациклены на 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 еде потому что нет холодов сильных нам не надо греться больше какой-то здоровый такой продукт появился на нашем столе мы не запасаемся впрок у нас в общем то то что нам ну нужно вот ближайший день-два сготовить и обязательно должна быть у нас свежая вода обязательно какой-то сок у нас должен быть ну и я уже сказал там шпинат листики разная зелень петрушечка вот на этом как-то здесь больше цитрусовых вот к этому изменилась наша жизнь что у нас немножко даже изменился и образ жизни и питание мы не запасаемся впрок там не варим какое-то бешеное количество варенья мы не запасаем вот эти вот лимоны которые режут с сахаром баночки капусту мы сделали сейчас только немножечко поквасили нам не нужны вот эти вот склады еды у нас нет такой потребности не физической не в принципе здесь наверно так сильно много то никто и не запасается впрок такой едой мы готовим ровно только то что вот сейчас растет обычно едим сезонный продукт то есть полностью перестроили свой образ жизни питания и даже какие-то блюда у нас появились совсем другие чего у нас не было раньше это вот а тоже одна из таких один из таких моментов как изменилась наша жизнь в испании но еще одно такое колоссальное изменение но многие скажут что это можно заниматься было и дома в общем у нас стало больше в жизни спорта почему потому что все конечно предрасположена к этому мы не в крупном городе живем не в мадриде хотя и там можно заниматься спортом здесь все это спорт велосипед плавание ходьба вот сейчас октябрь конец октября мы до сих пор плаваем ходьба и так далее и для этого не обязательно как некоторые говорят вы там только отдыхаете то не ядничайте поэтому у вас есть возможность нет мы занимаемся делами естественно обычный быт присутствует нашей жизни но все здесь предполагает к тому что больше спорта это походы какие-то поездки здесь горы есть море есть прогулочные разные места поэтому ну больше стало реально же в нашей жизни спорта наверное и вот связи с этим тоже немножечко вот эта сторона жизни тоже видоизменилась у нас здесь именно именно в испании ну и когда мы переехали сюда многие не приняли эту ситуацию некоторые люди некоторые родственники некоторые друзья и знакомые сразу начали задавать нам интересные вопросы а как же чувство родины вы не патриоты надолго ли вы туда собрались когда обратно ну что вас уже выгоняют звучали такие разные вопросы вот чего мы становились только сильнее и вот это вот как раз таки какое изменение у нас произошло внутренне такое моральное что мы морально мне кажется мы становимся сильнее мы стали сильнее мы стали более стрессоустойчивые потому что мы движемся к своему к своей цели это наша жизнь мы ее строим здесь вот как так как хотим как хочет наша семья и когда люди нам извне пытаются навязывать свои конечно мысли какие-то и свои какие-то действия то есть у нас возникает наверное обратная реакции мы хотим двигаться дальше к своей цели и жить там где действительно хорошо нам и физически и морально скажем так и поэтому вот в людях как знаете вот многие психологи анализируют такую ситуацию почему же так люди начинают проявлять какую-то агрессию даже к своим родственникам не хотят с ним общаться вот то что у нас там происходит не хотят общаться с нами не хотят даже нас по имени называть и всякие гадости говорят за спиной в общем-то этим движет как раз таки эгоизм это позиция эгоиста не позиция любящего понимающего родственника но от этого конечно мы изменяемся сейчас проедет мопед а погоде у нас сейчас 25 градусов погода очень хорошая на всякий случай я ношу с собой жакете потому что мы сегодня на прогулке сегодня пятница закончился учебно-рабочий день вот ну и вот продолжение хочу сказать да мы изменяемся мы становимся морально сильнее и я думаю что испания нас в этом закаляет потому что тот кто нас принимает поддерживает и остается рядом с нами это наши любимые родственники и друзья а тот кто не хочет нас поддерживать как говорил по модель карнеги кто хочет вас использовать ну значит и не общаетесь то есть в голове да вот говорят так нейропсихиатры что ли да что у каждого человека свое восприятие картины мира у каждого своя правда и это можно объяснить с медицинской точки зрения мозг он достаточно такой сложный инструмент и у каждого он по-своему рисует картины мира одно и то же мы можем видеть разными глазами и разное восприятие производить во внешнюю среду поэтому кому-то что-то кажется плохим другому это хорош хорошо и каждый должен искать в общем-то свою правду и жить там где хорошо и не навязывать другим наверное вот так и еще одно можно сказать такое изменение которое мы претерпели опять-таки оно внутреннее наверное мы долгое время не понимали когда сюда переехали вот все что связано было с менталитетом испании испанцев да вот эти маньяны но пасы надо ничего страшного на ну это самое вот мы недавно провели опрос в своем сообществе на youtube канале там где смотрите в этот ролик и наши фокус-группа в составе 32 человек но все-таки это фокус-группа до большинством голосов проведя такой опрос выяснилось что самая такая распространенная самая полезная правда фраза в испании это как раз таки но пасы надо то есть ничего страшного в нашей интерпретации да то есть ничего не произошло ничего страшного и вот это как раз таки меня осенило недавно что это не просто фраза а это все-таки такое восприятие жизни это мировоззрение мировоззрение испанцев то есть не воспринимать все слишком сложно не воспринимать все слишком тяжело то есть относиться к нему ко всему гораздо попроще это вот научила нас испания не расстраиваться там из-за каких-то мелочей разбила вазу сын получил двойку все что что у нас убивала в питере все то что нам портила нервную систему все то что нас как бы угнетала вот все это наверно вложено в этой фразе но пасы надо то есть ничего страшного относиться попроще полегче к жизни и больше там как бы радоваться жизни при этом не забывать что самая важная самая ценная жизнь это конечно жизнь здоровье добропорядочные отношения людей и вот это надо как раз таки ценить ценить своих близких ценить своих друзей тех людей которые рядом и стараться строить добропорядочные отношения ну что ж и вот еще одно такое тоже можно сказать если изменения не изменения в общем когда мы приехали у нас конечно же не было здесь друзей потому что мы переезжали не за кем-то не кто-то нам что-то помогал мы сами сознательно осознанно поехали и вот пытались приживаться здесь сами как получится конечно это было немножко сложно что нет друзей нет подруг любимых там нету какого-то ну то есть они есть но они есть по ватсапу они ездят по телефону ну вот прямо здесь на соседней улице нету и вместе не сходить в пиццерию куда-то как раньше и так далее но зато произошли какие изменения у нас появились какие-то соседи знакомые которые например там из польши из франции из других стран мы стали узнавать какую-то другую сторону жизни общаться с другими людьми подтягивать какие-то знания языковые то же время узнать какие-то культуру других стран кухню других стран и вот как говорится природа пустоты не любит появились какие-то новые у нас взаимоотношения такие дружеские общения посиделки их ходилки друг другу в гости и узнавание вообще ну другой культуры совершенно то есть других стран это тоже считаю приобретение вот где бы мы это еще нашли если бы не в испании ну и с жителями испании конечно тоже общаемся уже в испании поэтому я думаю что это обогащает нас наши знания какие-то культурные время до других стран до культуры других стран какие-то гастрономические знания знания вообще менталитета общения все это расширил наши рамки немножко восприятия мира не узкий такой в рамках какого-то отдельного города и отдельной страны а более широкий и это тоже в общем-то нас наполняет какими-то новыми впечатлениями знаниями эмоциями я считаю тоже влияет на нас и меняет наше немножко отношение к жизни мировоззрения не знали законов этой страны испании да мы не знали даже правил дорожного движения и все мы это узнавали в процессе все что-то новое интересное полезное это я тоже считаю нас конечно же изменяла мы более адекватно относимся теперь к тому что происходит вокруг нас с пониманием я так сказала то есть жизнь здесь дала нам возможность изучить все это и относиться уже таким осознанным пониманием всех законов правил правила дорожного движения какие-то тонкости жизни нюансов и чтобы что позволяет нам не делать какие-то ошибок наверное и в общем-то адекватно относиться к окружающему миру здесь вот именно в этой стране и конечно же мы нашли адвоката который тоже нас просвещает по ряду вопросов мы сходили в автошколу и получили тоже многие много интересных знаний не только про дорожное движение но и по жизни что-то на были какие-то вопросы и конечно профессора нам рассказывала все делилась и учила нас каким-то моментом жизни то есть мы стали богаче вот этими знаниями жизни в испании конечно мы не знаем все есть еще какие-то непонятные для нас вещи мы стараемся как считаешь на самом деле вот и сильно изменился вот как ты думаешь я вот тоже не я все что сказала это все вот чистая правда потому что ну действительно когда солнце светит много дней она влияет даже на уровне физиологии на человека конечно конечно когда мы переезжали в испанию мы знали что провинция аликанта это провинция где много живет русско говорящих людей то есть русскоговорящее сообщество такое и конечно же мы думали что будет легче намного что будет какая-то помощь какое-то взаимодействие больше как-то общение или что-то все все будут прямо друг другу рады то есть есть такое сообщество где вот ну действительно люди своего менталитета своей языковой группы и будет значительно проще это но розовые очки то у нас со временем все-таки слетели и мы поняли что в принципе это ничего не меняет можно жить и там где допустим сирии где живет большинство испанцев и быстрее выучить испанский язык и все равно найдется какая-то помощь в интернете в группах и так далее и знакомства какие-то то есть в принципе не обязательно лепиться там где живет все русскоговорящее сообщество в какие-то города и провинции а просто выбирать то место где вот именно это осознание пришло к нам просто выбирать именно ту локацию где просто нравится жить хороший город красивая природа может быть подходящее жилье и так далее работа и так далее но не завязываться именно на своих соотечественниках потому что в принципе всего добиваешься сам и если кто-то нам когда-то и помогал то это было конечно как платная услуга товарно-денежные отношения это все было платно я думаю это и так можно найти вот и много информации мы конечно узнавали в группах на фейсбуке что-то на ю тубе стали уже какие-то блогеры ролики выкладывать и мы сами стараемся делиться этой информации тоже вот и потихоньку потихоньку кто-то с кем-то познакомились кто-то просто приезжает на отдых и знала какую-то информацию поэтому вот еще одно наше осознание понимание и от жизни здесь в испании могу сказать что не нужно лепиться к своим соотечественникам локации жить прямо рядом можно и так узнать всю информацию дистанционно или от местного населения просто глубже изучить испанский язык ну и конечно логически что живя уже четыре года в испании у нас как какие-то знания языковые все-таки стали лучше потому что вокруг живут люди носители этого языка вольно или невольно приходится общаться расширять свой словарный запас и у меня была сложность воспринятия на слух становится уже значительно лучше я вижу эти улучшения за собой и дальше буду работать над этим например вчера мы познакомились с новыми соседями которые приехали в нашу организацию страны басков и мы подружились с этой как бы познакомились пообщались с этой семейной парой много интересного узнали что-то я не понимаю еще в речи но стараюсь все таки слушать и слушать поэтому я думаю что ты с языковой точки зрения нам стало лучше ну мальчики наши уже они конечно вообще хорошо общаются есть также англичане и потихонечку это все таки сдвигается я думаю и сдвинется дальше поэтому это тоже нас изменило желание и возможность воспринимать языки других стран мы слышим немецкий язык и тоже уже что-то знаем мы польский язык слышим и тоже уже узнаем знакомые слова можем говорить на на этом языке немножко с англичанами конечно ушел вот этот зажим языковой что что-то страшно там что-то было спросить когда-то раньше или там ой чужой язык вот это все прям ты ступор впадаешь все это ушло стало как-то проще даже если не понимаешь можно всегда заменить извиниться попросить повторить то есть с этим стало тоже проще мы тоже меняемся и становимся вот такими вот более гибкими другим языкам и стараемся все это дело прокачивать себе также друзья вот кто посмотрит на карту испании вы увидите какая она интересная и принципе не сильно громадная но очень интересная даже с географической точки зрения здесь есть средиземное море океан с другой стороны горы различные и разные места интересные интересно путешествовать здесь мы открыли для себя путешествие на поезде по испании то есть мы изменились в точке зрения мы всегда были очень легкий на подъем а здесь стали мне кажется еще легче гораздо легко можем поехать соседний город какую-то местность кемпинг еще куда-то то есть в этом смысле мы тоже меняемся в плане путешествий очень много изменений произошло с точки зрения понимания и узнавания других мест здесь вот как раз таки есть недалеко как сказать культурный комплекс где проходят и оперы и балет и так далее разные вот мероприятия то есть мы постоянно изменяемся здесь изменяемся то есть мы как бы становимся легче мы становимся спокойнее мы становимся проще мы не зациклимся на каких-то таких тяжелых вещах на каких-то мелочах на какой-то агрессии делешь чего-то или что-то имущество или там каких-то денег то все это становится конечно жилье и деньги это важная работа но проще просто относишься философски к этому я думаю что в этом испания повлияла на наше она как-то нас упростила здесь тепло здесь солнечно здесь так это спокойные люди здесь недорогая вкусная еда ну по и я наш недорогая в принципе это еда бедняков наверное да рис там что море что море послала что бог послал как говорится креветка там рыбка вот поэтому мы чувствуем себя наверно проще здоровее легче от какого-то бремени и тяжести каких-то мыслей забот не надо бежать вот мы еще как изменились не надо стремиться садиться на какую-то дорогую тачку как это было в питере там надеть какие-то там дорогущие разные бренды да вот нужно же был статус у всех людей статус как же ты пойдешь то нет ни на той машине ты поедешь тебя подрежут надо обязательно большой машинеtic тут я сел на твою машину да 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 то есть там было важно это статус ности то надо одеться как-то нужно сесть в дорогую машину еще что-то здесь вот это как-то все ушло и не нужно это и все гораздо проще то есть жизнь она гораздо проще гораздо интереснее и меньше злости, здесь меньше агрессии, и мы от местного населения не испытываем злости и агрессии, поэтому мы как-то больше улыбаемся, наверное, мы стали веселее. Ну а тех недоброжелателей, которые не хотят принимать наше переезд сюда, жизнь, общаться с нами, мы можем только сказать, ну паса надо, ничего страшного, когда-нибудь они осознают это, поймут, заговорят, может быть, ну нет, так нет, на нет и суда нет. Мы как бы относимся ко многим вопросам теперь философски, поэтому Испания изменила, мне кажется, нас в лучшую сторону, потому что мы стали веселее, проще, и больше любить людей, наверное, больше как-то чувствовать чужую какую-то, и боль, наверное, да, такую, и хочется быть как бы больше общаться с людьми. Вот в этом смысле, наверное, Испания нам как-то раскрыла глаза, что мир, вот он вот такой, горы, небо, солнце, понимаете, вот это вот путешествие, красота, море, и это вот все рядом с нами, это наша планета Земля. Кто сказал, что мы не можем здесь жить, да, Алексей? Все эти границы придумали условности люди, и вот мы просто живем здесь, получаем удовольствие, наслаждаемся видами, показываем вам прекрасный город Картахена, сегодня красивый вечер, закат. Поэтому, друзья, просто будьте добрее немножко к людям, берегите отношения, берегите своих близких, и все будет хорошо. Ну все, друзья, вот я вам сказала изменения, которые у нас произошли, надеюсь, что те, кто живет в Испании, тоже все чувствуют себя прекрасно. На этом все, сегодняшнее видео наше заканчивается. Всем добра, удачи, хорошего настроения, как обычно. Приходите вновь на наш канал, будем рады вас видеть в новом нашем ролике. Всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте проявлять колокольчик, пишите свои комментарии. Все, адьос, амигос, увидимся вновь. Пока-пока. Леша, ну что, в кафешку пойдем, да? А мы вот здесь спустимся или дальше? Кафешечку в нашу, в нашу, да, любимую? Кофе с молочком попьем, да? Да, я тебя снимаю. Так хорошо. Да ладно. Ну забрось. Серьезно? Ой. Надо улыбаться. Улыбаться.